Я видел ваши вопросы, вопросы, которые задавали жители. И вот давайте посмотрим сюда. Вот эта ванна для маленьких детей от трех месяцев и дальше. И она глубиной от нуля до сорока сантиметров. И тут только груднички плавают. Она в виде такого корабля сделана. Тут всякие элементы тоже такие игровые. И тут мамы с маленькими детьми должны заниматься. Потом вот эта ванна для обучения плаванию. Она от 60 до 80 сантиметров. И тут будут учить детей плавать. Вот эта большая ванна, это уже элемент аквапарка. Где есть разные игровые формы. Различные массажи. Видите, вот эти трубы, где вода падает. Вот тут будет такое завихрение. И тут будут плавать люди. Такие ванны для того, чтобы... Ну, как джакузи. Это такой будет немножко аквапарк. А вот эта вот последняя, так сказать, четвертая ванна, это уже для больших. Это четыре дорожки по 25 метров, где можно заниматься плаванием, где можно проводить спортивные различные состязания. Я думаю, что мы сделаем льготные билеты для работников. Но только в том случае, если он пришел и занимается. Потому что у нас есть опыт. Вот мы же построили фитнес, и он бесплатный. И, к сожалению, никто туда из работников в совхоз не ходит. Ну, или ходят там два-три человека. И поэтому мы поняли, что нужно всем повышать заработную плату. А вот тем, которые хотят заниматься спортом, оказывать... Ну, компенсировать затраты, связанные со спортом. Поэтому я думаю, что тут будут бесплатные группы для детей. Совхоз будет вот это делать. Чтобы наши школы ходили, и детские сады ходили сюда бесплатно. Занимались физкультурой, спортом. Именно вот с учетом этого бассейна. Но мы, правда, это уже и делали. Поселение же возило наших детей в бассейн на развилке. Но не так интенсивно. А теперь это будет в нашей зоне, в нашей доступности. Я думаю, будут еще льготы для пенсионеров. Льготные билеты. Но на самом деле мы убедились в том, что бесплатно это не значит, что люди начинают ходить. Поэтому тут мы это все сдадим в аренду. У нас же была идея, что это будет муниципальный, скажем так, спортивный комплекс. Но из-за того, что теперь появился городской округ, а в городском округе все бассейны, а у нас их в городском округе, по-моему, два. Это на развилке и видно. Все они, к сожалению, платные и оказывают платные услуги. Поэтому мы решили, что тогда уж пусть платные услуги оказывают профессионалы, а мы будем уже оплачивать льготы для своих пенсионеров, для детей наших работников, для работников, естественно. Поэтому вот такой механизм. Я думаю, что нам еще недели три тут все отделывать. А потом вот это отпусконаладка. Это когда придут сюда люди, которые водоподготовкой занимаются, заполним все эти ванны. А потом сдача. А вот сдача, к сожалению, мы как-то один многоэтажный дом сдавали почти год. Потому что правительство Московской области к нам неровно дышит, и оно придираться начинает. А мы взяток не даем и давать не будем. Но я думаю, совместными усилиями, в том числе и с помощью КПРФ, мы, скажем так, убедим администрацию области, что этот бассейн нужно запустить срочно. Ну и поэтому где-то в середине января, на мой взгляд, ну там, или в конце января, он будет уже запущен для детей, для родителей, для, в общем, для всех, кто здесь живет. Субтитры создавал DimaTorzok